Всем привет, друзья! Все мы с вами живем в мире электронных денег. Если раньше зарплату привозили огромными мешками, зарплата курсировала и перевозилась во все учреждения, то сейчас наличные деньги привозятся только в банкоматы. Порой мы с вами даже не подозреваем, что наши деньги с карты могут украсть, но мы с этим мало сталкивались с жизнью. Возможно, потому что взломщиков банковских карт очень мало, потому что, чтобы украсть деньги с карты и со счета, нужно обладать знаниями. И это не так уж и просто. Даже если это и просто, то эту информацию вы не найдете в свободном доступе. Какими способами, о которых бы вы даже и не подумали, могут украсть ваши электронные денежки с карты? Итак, начинаем. Есть такой способ под названием «Ливанская петля». В щель банкомата вставляется какое-то устройство, которое не дает карточке вернуться обратно, которое блокирует карточку. Как только вы сняли часть денег и завершили операцию, вы нажимаете кнопку «Отмена», чтобы достать свою карту, но карта не хочет вылазить, потому что она заблокирована устройством. Клиент банка думает, что произошел какой-то сбой, и тут рядом совершенно случайно оказывается человек-помощник, который очень хорошо разбирается в извлечении карт. Он знает секретные комбинации на клавиатуре. Этот прохожий очень опытный, предлагает свою помощь, клацает по кнопкам, но у него ничего не получается. В итоге, в конце концов, он просит ввести пин-код на клавиатуре. Пин-код вашей карты. Он просит просто нажать по клавиатуре свою комбинацию. Но мошенник уже запомнил пин-код. Вы расстроены, уходите, вашу карту, как вам кажется, проглотил банкомат. А мошенник, дождавшись, пока вы уйдете, уже зная ваш пин-код, забирает карту, вынимая ее вместе с блокиратором, и снимает все денюжки. Верхом кретинизма владельца банковской карты является записать свой пин-код на самой карте. Это самое глупое, что вы можете сделать. В случае, если пин-код узнать так и не удалось, мошенник направляется в ближайший магазин и совершает покупки, пока деньги на карте не закончатся. Хотя часто, чтобы совершить покупку, тоже нужен пин. Но некоторые покупки можно совершить в интернете и без использования пин-кода. Если у вас застряла карта в банкомате, ее тут же нужно заблокировать. И, конечно, не всегда застрявшая карта в банкомате – признак мошенничества. Бывают и сбои. Банки борются с данным видом мошенничества, используя в банкоматах модифицированные приемники карт, которые в случае фиксации застревания карты в карто-приемнике фиксируют ее до приезда инкассации. Вынуть ее обычным способом невозможно. Так как подобного рода устройства дороже обычных, не все банки их используют. И держателям карт необходимо самостоятельно проявлять бдительность при пользовании банкоматами. И если вашу карту заглотит банкомат без каких-либо оповещений, то вероятнее всего вас хотят обокрасть. Но это очень примитивные способы кражи денег с карт. Есть еще более изощренные способы. Называются они общим словом «кардинг» – мошенничество с платежными картами. Часто бывает, что реквизиты карт, номеров и их кодов CVV берут со взломанных серверов интернет-магазинов, платежных и расчетных систем, а также персональных компьютеров, либо через программы удаленного доступа – трояны. С развитием интернет-покупок самый распространенный способ мошенничества воровства с карт является фишинг – от слова «рыба» или «рыбалка». Мошенники создают фишинговый сайт, который будет пользоваться доверием у пользователя. Например, сайт, похожий на сайт банка пользователя, через который и происходит похищение реквизитов платежных карт. Однажды я очень удивился и насторожился, что сайт моего банка изменил оформление. Но оказалось, что сайт настоящий только лишь поменялось оформление сайта. Вы можете совершить якобы покупку на любом сомнительном сайте, ввести там свои данные карты, CVV-код и даже PIN, если вы совсем уже баран. И тогда ваши денежки легко украдут. Такие сайты создаются под видом сервисов для карточных переводов, пополнения мобильной связи. Одним из самых масштабных преступлений в области мошенничества с платежными картами считается взлом глобального процессинга кредитных карт под названием WorldPay и кража с его помощью данных более 9 миллионов долларов США. В ноябре 2009 года по этому делу были предъявлены обвинения в преступной группе, состоявшей из граждан государств СНГ. А например, в Великобритании за 2011 год с банковских карт сняли порядка 5 миллионов евро. А ведь это воспитанная страна, где каждый второй джентльмен. Украденные карты физически не везде могут быть использованы. Например, могут быть использованы в терминалах, где не требуется ввода пин-кода. Например, на АЗС, там мошенник может заправить по вашей карте бензин. Конечно, с развитием мошенников банковских карт, банки уже давно придумали много защитных мер предосторожности. Например, в Штатах, если вы совершили покупку далеко от места жительства владельца, как вариант в другой стране, операция может быть признана несостоявшейся. Или даже привести к временному блокированию карты. Без наличия карты можно сделать покупки или даже снять деньги. Для этого требуется номер карты, месяц и год окончания срока действия, верификационный код CVV. Существуют операции, в которых не требуется физического наличия карты, а транзакции проводятся лишь по данным с нее. Минимально необходимый набор – это номер карты. Часто также требуется срок окончания, чуть реже – верификационный код. Поэтому злоумышленники часто промышляют такими способами, что вы даже и не заметите, что у вас с карты пропали деньги, если денег на карте много. Например, вы даете официанту свою карту, и он ее уносит, чтобы с нее оплатить. И здесь у злоумышленника есть все возможности, чтобы переписать данные с карты. Или официант дает вам сначала один терминал и делает вид, что терминал сломался и не считал карту, а потом несет совсем другой терминал, уже настоящий. А по нему вы уже оплачиваете как положено. А вот тот первый терминал, вот он-то и считал данные с магнитной полосы на карте. Конечно, это очень сложно все сделать, но у официантов может возникнуть искушение связаться с кардерами и совместно очистить клиентские счета. А позже, через пару дней, что-то купить в интернете. Можно обезопасить себя, закрасив три цифры CV-кода и запомнить их самому. В таком случае у мошенников не будет шанса украсть ваши деньги. Но минус в том, что вы можете забыть три цифры на обратной стороне карты CV-код. Также данные могут быть сфотографированы или восстановлены из видеозаписи. И не говорите, что чтобы что-то купить, вам нужно подтверждение по номеру мобильного телефона. Можно выполнить себе счет мобильного без подтверждения, а также оплатить интернет. И никакого подтверждения по СМС там не нужно. Также получение подобных данных возможно с помощью вируса, установленного на компьютере пользователя. Методом социальной инженерии, имитация звонка из банка, либо путем взлома интернет-магазинов или систем, обслуживающих карты. Также есть такой способ воровства денег с карт, как скриминг, от английского слова scream, снимать сливки. При котором используется скример, инструмент вломышленника для считывания, например, магнитной дорожки платежной карты. Для этого способа мошенники используют несколько устройств или инструментов для считывания магнитной дорожки платежной карты. Сканер представляет собой устройство, устанавливаемое в карто-приемник. А также карт-ридер, например, повешенный на входной двери, где-то рядом у банкомата, но незаметно. Представляет собой устройство с осчитывающей магнитной головкой, с усилителем, преобразователем, памятью и переходником подключения к компьютеру. Скиммеры могут быть очень маленькими и миниатюрными. Основная идея и задача скиминга – считать необходимые данные. Содержимое дорожки, трека, магнитной полосы карты для последующего воспроизведения ее на поддельной. Делают копию вашей карты, но уже без оформления, потому что банкомату все равно на цвет вашей карты и как она оформлена. А также используют миниатюрные видеокамеры, устанавливают на банкомат и направляют на клавиатуру ввода. Камеры ставят в виде козырька банкомата, либо посторонних накладок, например, рекламных материалов. Все это используется в комплексе, таким образом мошенники узнают ваш пин-код и считывают магнитную полосу на вашей карте. Данные устройства питаются от автономных источников энергии, миниатюрных батарей, электропитания. И для затруднения обнаружения, как правило, изготавливаются и маскируются под цвет и форму банкомата. Такие скиммеры могут накапливать украденную информацию о пластиковых картах, либо дистанционно передавать ее по радиоканалу злоумышленникам, находящимся поблизости. После того, как злоумышленники скопировали и узнали все данные, они изготавливают поддельную карту, дубликат. Так называемый белый пластик, твердая копия карты. И мошенники снимут тот лимит, который установлен банком до того момента, пока вы не заметите, что с вашей карты начинают пропадать денюжки. А вот еще одну карту, уже более приближенную к настоящей, картеры мошенники еще называют реальный пластик. Это жаргон картеров. Для создания реального пластика не нужен ваш финкод, нужен только дамп вашей карты, то есть считывание магнитной полосы. Потому что мошенники будут пользоваться вашей картой на терминале. Карту мошенники будут делать максимально реалистичной, чтобы был рисунок, все выдавленные цифры на карте. По дампу изготавливается твердая копия карты, по этой карте они будут совершать покупку в онлайн магазине. Конечно, с такой карты можно сделать максимум 1-2 покупки, пока не спохватится владелец и не заблокирует карту. Конечно, по белому пластику можно сделать покупку в магазине, но только по сговору с продавцом. А иначе, как вы себе представляете, вы приходите в магазин и расплачиваетесь совершенно белоснежной картой без единого рисунка, но с магнитной лентой. С магнитной полосой. Как минимум, эта карта выглядит очень странно. На современном рынке можно купить все, что угодно в свободной продаже, и пластиковые заготовки для банковских карт, оборудование для ненесения изображений, и оборудование для выдавливания цифр на карте. Но приобретать такое оборудование мошенникам не имеет смысла, только если они не собираются изготавливать такие карты сотнями. А вообще, на черном рынке вам могут изготовить банковскую карту всего лишь за 100-200 долларов. Многие банкоматы ставят защиту на снятие определенной суммы денег в день. Кто-то удивляется, почему я не имею права снять все деньги сразу. Но такая уж система защиты. Бывают ограничения на снятие по географии, по максимальной сумме за раз и по максимальной сумме за день. И такие защитные меры портят картерам жизнь очень сильно. Потому что за это время владелец 10 раз успеет заблокировать карту, как только увидит, что кто-то неизвестный снимает деньги с его карты. Мошенники, получившие данные с вашей карты, должны же перевести деньги на какой-то счет. А как это сделать? Ведь все операции будут видны, поэтому чаще всего мошенники создают фейковые сайты казино, на которых они якобы тратят свои деньги. А потом это казино и выводит их якобы большие выигрыши. Таким образом, мошенники отмывают свои деньги. Если вы выигрывали когда-нибудь крупные деньги в онлайн-казино, в покер, то вы знаете, что чтобы вывезти деньги, вам нужно предоставить скан паспорта и прописку, и банковский счет. И если бы из казино было бы так просто вывезти деньги, то картеры бы стали основными клиентами таких казино для отмывки денег. Но в интернет-казино просто только вводить деньги, но не выводить. Поэтому картеры идут на ухищрения, делают поддельные копии паспортов для отмывки денег с чужих карт. Также картеры, когда наворовали данные с банковских карт, людей по всему миру, взломали кучу серверов и интернет-магазинов, эти деньги с карт им нужно как-то вывезти. Они это делают через поддельные онлайн-магазины, якобы неизвестные люди делают платежи из разных стран в их интернет-магазине. А чтобы правоохранители ничего не заподозрили, картеры меняют постоянное прокси, совершают покупки якобы с тех стран, где живет владелец карты, постоянно меняя IP-адрес. Также картеры отмывают деньги таким способом, регистрируются на площадках, где есть объявления о продаже товаров и где есть способы оплаты карты, регистрируются как продавец и как покупатель и продают сами себе товары, как будто с одной карты был куплен товар у продавца. Поэтому, чтобы предотвратить эти способы мошенничества, лучше не передавать свою карту в чужие руки. Также портативное скимминговое устройство может быть спрятано под одеждой официанта, либо сотрудника заправочной станции, или продавца магазина. Также нужно проявлять длительность при пользовании банкоматом, обращать внимание на нестандартные элементы конструкции, накладную клавиатуру, используемую для считывания пина. В случае скимминга такая клавиатура, как правило, располагается выше уровня корпуса банкомата, легко от нее отделяется. Также пин-код нужно набирать быстро и желательно двумя пальцами одновременно, двумя руками. Тогда злоумышленник не поймет на видео, какой у вас код и какая цифра была нажата первой. По возможности прикрывает набирающую пин-руку другой рукой, сумочкой или каким-либо иным предметом. Но еще нужно смотреть, чтобы на клавиатуре не было сверху еще странных накладных панелей с цифрами. В темное время суток такие обманные панели можно и не заметить. Вы введете пин, попытаетесь вынуть карту, а карта застрянет с помощью приспособления мошенника. Также есть такие карты, в которых встроен микрочип, такие карты сложнее взломать или считать информацию с них. В начале 2010-х в США из 5,6 миллиарда действительных банковских карт, лишь около 20 миллиардов являются смарт-картами, содержащие чип. За период с 2007 по 2011 год секретная служба США арестовала более 5000 преступников, замешанных в скимминге. Преступники со всего мира украли денег на 11 миллиардов долларов. За 2012 год США находят на банкоматах около 20 тысяч скиммеров. Потери от скимминга, составляющие ежегодно от 100 до 170 миллионов фунтов, в 2001-2008 годах значительно снизились в 2010-2011 годах до 47-36 миллионов фунтов. Благодаря широкому внедрению чипованных карт и чипов с поддержкой ICVV и GDA. В России за 2010 год, по официальным данным, совершились тысячи преступлений с пластиковыми картами. В 2011 году ущерб от картинга был оценен компанией G-Group IB в 400 миллионов долларов. Представляете, какие богатые эти самые мошенники? И их не так уж и много, ведь чтобы заниматься таким мошенничеством, нужно быть далеко не глупым человеком. Также очень часто поступают звонки от злоумышленников, представляющихся службой безопасности банка. Этот человек начинает вас заговаривать и утверждать, что у вас проблемы с вашим счетом, что произошел сбой с вашим счетом и срочно нужно навести данные для восстановления системы. И чтобы якобы восстановить систему, мошенник просит вас сообщить номер вашей карты, пин и код CVV. На такую уловку может повестись самый глупый человек, но мошенники до сих пор промышляют такими способами выуживания информации. Что уже говорить о таких способах, когда мошенники звонят и говорят какой-то бабушке, что ее сын в милиции, чтобы его отпустили, нужно срочно перевести с карты деньги, пойти к терминалу и срочно перевести энную сумму. И ни в коем случае не класть трубку, как ни странно, но есть сердобольные бабушки, которые от испуга ведутся и на такие уловки. А также есть еще один хитрый способ, который очень популярен в наше время. Как вы знаете, через интернет можно отправить на любой номер смс и подписаться как банк такой-то. Мошенники отсылают смс с текстом. На основании нового закона, вступившего на территории РФ, ваша карта заблокирована. Чтобы ее разблокировать, вам нужно отправить данные на такой-то номер. Здравствуйте, вот мне пришло сообщение, что мою карту аннулировали. Мошенники запустили новый способ кражи денег с банковских карт. На телефон приходит смс, в котором, ссылаясь на новый федеральный закон, вступивший в силу накануне, сообщает, что их карта заблокирована, так как последняя операция была. Для ее активации предлагают перезвонить уже в телефонном разговоре. Или перезвонить на такой-то номер. Владелец карты перезванивает, и здесь у него уже проще простого узнать информацию о его карте. Такой способ мошенничества, когда мошенник заставляет жертву сказать ей всю информацию по карте, называется вишенг. Ни в коем случае никому не нужно никогда сообщать свой номер карты полностью, CVV-код и срок действия карты. Даже если, как вам кажется, что смс пришла от банка. Думаю, никому не стоит говорить о таких схемах развода, когда мошенник звонит и говорит, что нашел ваш украденный паспорт или смартфон. Но вам нужно пойти к терминалу и перевезти деньги. И по заверениям мошенника, тут же выйдет радостная девушка и отдаст вам ваш потерянный смартфон или паспорт. Еще один способ воровства денег с карт – это компьютерный вирус. Многие из нас еще с 2000-х помнят такую программу, которая устанавливалась и фиксировала все введенные пароли на компьютере. По такому же принципу, вам на почту могут приходить письма с ссылками о каких-то супер выгодных предложениях. Кликнув на текст, выделенный синим, это ссылка. Вы можете установить программу Троян, сами не ведая, что установили. Эта программа украдет ваш логин и пароль от интернет-банкинга. Мошенники идут на самые разные способы, чтобы украть деньги с карты. Одним из таких является кража денег с помощью терминала бесконтактной оплаты. Мошенники крадут деньги с бесконтактных банковских карт. Например, мошенник в метрополитене входит с таким включенным терминалом и прикладывает его к сумкам. И если ему повезет, и карточка окажется слишком близко к его терминалу, опять же, вы не зная того, совершите покупку. И деньги переведутся на другой счет. Таким образом, можно снять до 1000 рублей без пин-кода. Просто потереться терминалом об сумку с картой в метро. Злоумышленники собирают ручную аналоги таких вот терминалов. Которые мы все с вами часто видим на кассе в магазине. Также, чем опасны современные смартфоны с NFC, их могут использовать не как способ оплаты, а как способ считывания. Бесконтактные платежи проводятся с помощью специальной технологии NFC. Мошенники могут установить на ваш смартфон программу. Поддерживающий технологию NFC смартфон превращается в роль ридера. И посылает сигнал банковской карточке. А так как телефон обычно находится у нас всегда рядом с кошельком, средства беспрепятственно перемещаются на счет злоумышленников. Мошенники также умудряются создавать мощные ридеры и сканеры-считыватели, которые могут проводить операцию и списывать средства на расстоянии до 80 см от банковской карточки. Разумеется, все эти способы манипуляции с картами уже давно известны и правоохранителям, и мошенникам. В Уголовном кодексе РФ даже есть такая статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Конечно, технологии не стоят на месте, и постепенно обычные карты заменяются картами, в которых устанавливаются чипы. И уже считать обычным магнитным читывателем не получится магнитную полосу. Но, как говорят, все, что придумал один человек, другой человек всегда может разломать. Случаются случаи, что мошенникам удается снять все деньги с карты с чипом. Тем не менее, все потенциальные жертвы, в принципе, знают, что сообщать реквизиты категорически нельзя. Но почему-то 90% всех хищений проворачиваются именно так, с помощью телефонных звонков или по СМС. Возможно, просто доверчивые люди находятся всегда, и всегда в этом мире будут доверчивые люди. У нас при советской власти этого не было. Чтобы обезопасить себя, от каждой социальной сети у вас должен быть разный пароль. От ВК один пароль, от Инстаграма другой, от интернет-банкинга третий. А также никогда никому не сообщайте ваш номер карты, пин-код, срок действия карты и код CVV. Как бы там ни было, но электронные деньги – это очень ненадежный способ хранения. Куда надежнее бумажные деньги. А еще надежнее из всех денег в этом мире – это пока что бумажный доллар. Такие вот способы мошенничества с картами существуют. Помните, что банковская карта – это всего лишь ключ. Это ненадежный ключ и электронный счет – ненадежное средство хранения денег. Ну а на этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх. А с вами были Интересные Факты. Субтитры сделал DimaTorzok